Хорошо. А, Максим, сегодня торгуем, что делаем? Сейчас, секундочку, давайте я отключу. Идей, на самом деле, новых трудно найти. Значит, трудно найти. Почему? Потому что такая вот у нас, как там классик любил выражаться, унылая пора очей очарования. РТС, значит, продаваться сильно не хочет, а расти боится. Не хватает немножечко позитива. Вот это все как-то позитив накапливается, накапливается. Но вот для какого-то ритмичного, что ли, движения сил пока нет. Значит, ожидаю, что силы накопятся для роста. То есть, скорее всего, под конец недели все-таки закончим эту окупею с Грецией. То есть, будет сделка, она будет такая средней паршивости. Но всех устроен. Значит, дальше, скорее всего, нефть также с 62 куда-то пойдет в район 70. Вот, и вот на этом может быть общим... А, плюс Украина, наверное, еще тоже как-то немножечко положительно зафиксирует там договоренности. Война отменится. Вот. Поэтому вот на этом позитиве где-то, наверное, конец следующей недели, начало... Вернее, конец этой недели, начало будущей недели. Вот РТС, как мне кажется, должен пойти к тысяче, там тысячу протестировать. И, ну, будем молиться, чтобы он ушел на 1100. Там вот где в идеале, наверное, подавно должен прийти. Вот. Значит, теперь какие идеи? Честно, и с идеями вообще тяжело, да? То есть, мы понятно, я нахожусь в позициях по многим вообще эмитентам. Вот что-то новенькое, вот покопался, нашел Евраз. Не знаю, на ММВБ торгуется или нет, не смотрел даже. Вот. Чем мне Евраз интересен? Значит, во-первых, тем, что у него, скажем так, скорее всего, продолжается среднесрочный повышательный тренд, да? Сейчас мы здесь вот нарисуем где-нибудь кружочки. Вот мы видим, здесь был минимум, да? Здесь был следующий минимум. И, соответственно, смотрим, что у нас происходит сегодня. Вот у нас здесь вот он, да, вот в этом месте, начинает отбиваться от уровня в 145. Точнее, в 143. 143 доллара за штуку. Вот. Предполагаю, что, скажем так, он повторит судьбу РТС. То есть, вот он этот уровень вниз пробить не захочет Евраз и, соответственно, пойдет наверх. Ну, запас хода у металлургов есть. И по некоторым бумагам, как, допустим, трубно-металлургическая компания, там довольно приличный запас хода. Я потом покажу еще график трубно-металлургической компании. Значит, то есть, вот такая вот идея Евраз. Евраз АДР. Опять же, ММВБ не знаю, есть вообще такая бумага там, нет такой бумаги. Вот. Покупаем на этой неделе и, значит, надеемся на рост. Ждем его. Так. Это вот идея по Евразу. Теперь, что касается трубно-металлургической компании. Во-первых, если я правильно помню, то ли сегодня, то ли завтра там закрытие реестра акционеров. Значит, я думаю... А, сейчас, секундочку. Я думаю, что... Сейчас проведу линию. Сюда вода по вершинкам приблизительно. Как-то так. Вот. Хочется верить, что на общем позитиве, который ожидаем, значит, трубно-металлургическую компанию у нас подкинут. Подкинут ее... Значит, сейчас... Отмечу здесь уровень. Вот здесь, в районе 4-10 долларов за штуку. Вот здесь. Сейчас мы уже третий раз подходим к этому же уровню. Вот мы видим, да? Пытаемся мы его преодолеть. Вот. После собрания акционеров, который пройдет сегодня, жду небольшой откатик вниз. Вот я здесь линейки нарисовал, да? И, соответственно, потом, надеюсь, на общем позитиве мы пойдем вот к линии долгосрочного понижательного тренда. То есть, рост ожидаю где-то 50% приблизительно по данной бумаге. Так, это что касается трубно-металлургической компании. Сам в позиции стою очень давно, продавать не хочется, там прибыль хорошая, но продавать не хочется. Потому что мне вообще эта компания очень нравится, трубно-металлургическая, потому что, скажем так, мне нравится управляющий там, мне нравится то, что они подписали соглашение с ГАЗП... Вернее, выиграли часть тендера ГАЗПРОМа, да, на поставку труб. Вижу долгосрочные перспективы. Плюс надо посмотреть, что исторически трубно-металлургическая компания АДР-ки стоили на пиках 45. Да, то есть, вот 2008 год, он 45 долларов стоит. Сегодня она стоит 4. Я ее покупал там в районе 2. Вот. То есть, представляете, прибыльная компания, стоимость бумаги прибыльной компании снизила в 10 раз. Для value-инвестора это однозначно сигнал для ланга. Так, это что касается металлургов. Ну, помечу... Роман, как-то головой а руки бились, когда говорили о металлургах. У вас это почему, как бы, такая вот была реакция, что вот так вот вы бились, как бы? Вы как бы пытались понять, почему упала, снизилась в 10 раз стоимость бумаги или как? Понятно, что в 2008 году активы были переоценены. То есть, когда индекс RTS 2500 был, на мой взгляд, это была все-таки переоценка. То есть, условно говоря, это приблизительно равнялось, наверное, какому-нибудь рейтингу А+. На тот момент, конечно, рейтинг был Б, поэтому мне кажется, что 2500 было слишком круто. Но все равно, понимаете, как, для value-инвестора важно купить какой-то актив дешево по реальной цене, вернее, по номинальной цене дешево, а реальная стоимость этого актива выше. Для value-инвестора именно, как бы, вся суть инвестиций заключается в этом. Купить что-то дешево, что недооценено рынком. Вот, мне кажется, трудно-металлургическая компания, она значительно недооценена. А руками я коснулся, потому что просто, как сказать, найти мысль, как-то обратиться в будущее. Так, значит, ну, еще одна идея, которая, на самом деле, я уже хожу с ней давно, это банк Тинькофф. Да, опять же, вернемся на космографику, значит, я ее покупал по 2.83 за доллар. Ожидаю значительный рост по этой бумаге. Была по ней новость, кстати, вот я сейчас открыл, не знаю, видно, не видно. Сейчас, вы увидите. Да, вышла отчетность на Лондонской фондовой бирже опубликованная. Значит, позитив здесь какой по Тинькоффу? Во-первых, рост депозитов отмечен на 56% за тот же самый период, да, по сравнению с 2014 годом. На 56% больше вкладчиков в Тинькофф стал. Значит, объем кредитов вырос на 8%. И достаточность капитала, да, вот здесь 14,4% отмечено. То есть, если я правильно помню, по инструкции ЦВ там минимум должен быть 10%. Поэтому Тинькофф явно находится вдали от зоны риска. А учитывая, скажем так, общую недооцененность данной бумаги, вот опять же смотрим, да, на максимумах она стоила... Сейчас мой график подгрузится... Не хочешь подгружаться, но в районе 20 она стоила, а сегодня она стоит 2. Опять же, это для value-инвестора падение бумаги в 10 раз, да, с учетом положительного фундамента этой бумаги. Я думаю, что это однозначно бай. И видно, что ниже 2,83, да, вот ниже этого района падать она не хочет. Вот, то есть уровень отрабатывается и ждем роста до 4. В районе 4, наверное, где-то можно будет продавать. Так, телекомы. Ну, в телекомах мы следим в основном за двумя бумагами, хотя я телекомами загружен, значит, и Мегафоном, и НТС, и Ростелекомом. Вот, но совместную сделку мы делали по НТС, да, смотрим, мы брали по 9.37, под отчет, под, точнее, годовое собрание акционеров, значит, под отсечку у нас, которая состоится 26 числа бумагу, скорее всего, немножечко подкинут, хотя видно, что вход очень тяжелый, да, то есть видно, что бумага, скорее всего, вторую вершинку у нас не покажет. Поэтому мы куда-то здесь вот прорастем, и, скорее всего, бумагу надо будет продавать. Мегафон. Ну, по Мегафону приблизительно та же история, если посмотреть, допустим, на, сейчас немножко, если посмотреть на предыдущий вот рост, да, вот раз-два, да, вот они состоялись, видно, что в течение дня были гораздо большие колебания, то есть рынок, как танк, фактически шел наверх, и вот Мегафон точно так же, бумага, как танк, просто рвалась ввысь. Вот, значит, сегодняшний рост, да, он, ну, рост, вернее, последние недели, видно, что он идет такой, скажем так, с цепями, то есть вот не хочет бумага расти, честно говоря, я немножечко начинаю по этому поводу беспокоиться, что движение медленное. Хотя вот, ну, можно сказать, была позитивная новость вчера озвучена, что Мегафон вроде как станет спонсором Российского футбольного союза, хотя я не знаю, для кого это больше позитивная новость, для Мегафона, для футбольного союза нашего многострадального. Вот, значит, ну, в чем позитив может быть? Помним, да, что когда Мегафон стал спонсором Российской сборной по хоккею, то, соответственно, мы становились многократно в последние годы чемпионами мира, играли в финалах и так далее. Вот, поэтому в 2018 году, значит, ждем Россию как минимум в финале. Теперь, что касается, а, значит, еще вторая фишка, то, что все помнят, наверное, рекламу Мегафона, где Афиногенов там в лифте двух пацанов, значит, с метра, да, что с метра забивал, значит, так что ждем, наверное, теперь рекламу с Кокориной, да, что с метра забьют. Так, теперь, что касается Греции. Ну, греческая тема уже, наверное, мы уже две недели ее, вроде как, обсуждаем. Не знаю, это трагедия или драма, или это сатира греческая, вот. Но, значит, рынок продолжает расти, то есть греческие, скажем так, фонды, в позиции которых я нахожусь с новой Гравитцапой, вот они выскочили. Но, опять же, рост будет, наверное, до уровня 1.25, да, и будем смотреть, что будет дальше, потому что сделка явно будет погреться в краткосрочный характер, и нужно будет внимательно за этим наблюдать. Так, ну, если подвести итог, то, вот, скажем так, как идея у меня дверь, это Евраз и Тинькофф, да, Ван Тинькофф. Хотя я не знаю, обе бумаги присутствуют ли на ММВБ вообще-то, в принципе. Значит, еще что хотел показать вам, интересная ситуация сложилась в компании Farmstandard. Вот он у меня. Значит, в чем интересно, я хотел вам показать, как издеваются над, как крупные мажоритарные акционеры, значит, издеваются над мелкими иностранными инвесторами. Смотрите, значит, бумага на максимум их стоила 30, да, 30 доллара за что-то. Значит, сегодня она стоит 4,60. Вот приблизительно вот в этом месте, сейчас, секундочку, приблизительно вот в этом месте, да, значит, мажоритарий Farmstandard объявил, который, кстати, владел порядка 60% акций, вот объявил оферту, да, для того, чтобы нарастить до 75, то есть, естественно, оферта была объявлена вот в районе, там, 4,5-4,60 долларов за что-то, вот, естественно, на низах. Но с идеей такой, что если, значит, он получает 75% акций, он объявляет оферту в обязательном выкупе. Для меня, мне было интересно, дадут ли иностранцы 70, ну, то есть, продадут ли иностранцы дополнительные 15%, на низах продадут, подчеркиваю, 15% даже мажоритарному российскому владельцу, с тем, чтобы затем он еще и объявил обязательную, обязательную оферту, вообще непонятно с какой ценой. Понятное дело, что для мажоритарного акционера здесь все очень, все очень хорошо, потому что бумагу он покупает, откупает на низах, и в расчете на то, что покупает дешево актив, который стоит гораздо дороже. Так, ну, в общем-то, наверное, наверное, все, Игорь. Есть какие-то вопросы? Я понял вас. Коллеги, пожалуйста, вопросы к Роману Крючкову. Вот, ну, пока, пока вы выступали, здесь были вопросы, ну, кстати, у нас настолько чат сейчас идет, а вот, в ТМК вроде...